Привет, народ YouTube! Прошло уже практически более двух лет, как я приобрел данный фонарик. Ну и пришло время разобрать и посмотреть, что там внутри, что он из себя представляет, как он устроен. Это не знаком с данным фонариком, немножко покажу, оставлю ссылку на мой обзор. Имеется индикатор. Когда включаем, отсчитывает время, длительность которого будет светить. Ну и кнопку плюс и минус. Имеется несколько режимов. Вот это самый слабый. Почти 20 часов будет светить. Светит очень ярко. Ну и в плюсе. Почти два часа. Тут аж глаза слепятся. Вот. Заряжен практически полностью, как вы заметили. Будем скрывать, да? Давайте для начала, чтобы вы представляли. Фонарик небольшой, но вес его 222 грамма в заряженном состоянии. Да, он тяжелый. Вот я неодимовый магнит взял. Значит, верхняя часть не клеится, а вот темная часть, она вся металлическая. Где-то больше клеится, где-то меньше. Посмотрим. Ну, видно, что металл. Ладно, приступим. Для того, чтобы нам разобрать его, придется использовать вот такой инструмент. Ссылку на него я могу оставить. И здесь два болта. И тут три. Полная экипажа Ролюни Медлешкина. Приступим. Ну, здесь у нас микро-USB для зарядки. И кнопочку можно использовать для увеличения яркости на несколько секунд. Так. Приступим. Начну я отсюда раскручивать. Вот такими. Скручено. Все. Вот это только крепление здесь скрепилось. Больше ничего. И заглушечка. Аж на трех. Правильно, на велик цепляется, чтобы не отлетело. Это уже у нас пластмасс. Не клеится. Так. Ну, переходим сюда. Здесь нам надо опять менять. То есть снялось хорошо. Я вижу здесь линзы. Не просто стекло. А линзы. Ну, и здесь уже открытые светодиоды. Керамика, между прочим. Ну, вот они светодиоды. Т-6. Смотрю, вроде как на термопасте. Так, как его там приклеено не... Ну, и подключено последовательно... Ух ты! Что это было? Подключено последовательно плюс. Перемычка минус. Не буду долго. Потому что радиатор отсутствует. Прижимать должно. Вот этими линзами. Керамическая. Тут, смотрю, пасту пожалели. Можно было бы немножко больше добавить. И тут совсем чуть-чуть. Подложка светодиода, смотрю, медная. В общем, тут и ничего больше нет. Крышечка. На чём она держалась? По бокам два фиксатора имеется. Вот один, вот второй. И сзади фиксаторы. Так, дошли. И вот она металлическая часть. Это у нас самоклейка какая-то. Придётся раскручивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь болтов. И тут шесть. Будем раскручивать. Ну что, герметичность отличная на высшем уровне. Пока раскрутил восемь болтов по контуру. Эти пока трогать не буду. Ха-ха-ха. Так, что мы тут наблюдаем? Шлейф. Здесь у нас конденсаторы. Ещё что-то. Пайка вроде как аккуратная. Но я смотрю здесь. Вот одна плата. На ней тоже элементы. Вторая плата. Вот там тоже ещё элементы. Там и там. Довольно-таки плотненько. Надо отключить. Или отпаять батарею. Чтоб не коротнуло. Вот они у нас аккумуляторы. Аккумуляторы на 3,7 вольт. Две штуки. 520, не 5200 миллиампер. Да. В общем. Так. И кое-какая электроника имеется здесь. Особо ничего не вижу. Ну, вот он процессор. 18F25K20. Ещё раз магнитиком возьмём. Корпус алюминиевый. А этот металлический. Или оно прилипает к аккумулятору. Так. Скорее всего, весь корпус алюминиевый. Магнитится к аккумуляторам только. Я не знаю, дальше расковыривать. Или как. Сейчас паяльник нагрею. Отключу батарею. И постараемся вытащить дальше. Внутренности. Раскрутил ещё 4 шурупа. И вот мы видим тут дисплей. Ну, и кнопочки. Мембранные. С подсветочкой. Питание с корпусом не связано. А вот напряжение какое выходит сюда. 4 вольта. Получается, они в параллель работают. Батарею отключили. Теперь можем и скрутить дальше. Насколько я понимаю, ещё 2 контакта. Вот красный. Это пошёл на светодиод. И вот чёрный вернулся от светодиода. Точнее, от пара. Да, придётся тут тоже отпаивать светодиод. Иначе мы туда не попадём. Хоть и пошло. Ну, вот, в общем, тут и всё. Сюда мы ещё пасты добавим немножко. Что у нас здесь? У нас здесь целая куча ещё. Смотрю, вот это походу трансформатор. Так, друсель. Micro USB. Тут уже схема зарядки, скорее всего, собрана. Компактно всё сделано. Дальше глубоко зарываться я не буду. Прогуляемся по плате немножко. Так. Нет плата управления. Смотрю контакты, в общем и всё, ребята, разобрал, теперь осталось собрать, проверить не сломал ли я. Вот они все запчасти. Пожалуйста. Ну что, ваши лайки, комментарии, кто доволен разборкой. Ставим плюсики, лайки, делимся с друзьями. Я сейчас пока соберу его. Так, спаял. Сейчас проверим. Есть дисплей, засветился уже хорошо. Крышку прикрутил, теперь можно собирать дальше, чтобы было всё безопасно, чтобы не позамыкал ничего. Вот, потом термопасту добавим. О! И главное, чтобы не получилось лишних деталей, как оно бывает иногда. Ещё, ребята, вот хотел бы показать. Здесь вот, на стыке отсутствует какая-либо гидроизоляция. Наверное, с расчётом того, что, когда мы накроем крышку, влага просто будет, ну, дождь, не знаю, там, будет стекать по наружу. Затянул крепёж у 8 болтов. Ну, возможно, их будет достаточно, что корпус прилегает к крышке или крышка корпуса довольно-таки плотная, и туда влага всё-таки не попадёт. Буду использовать КПТ-8. Чё скажете? Ну вот, намазал пожирнее. Сейчас всё это зафиксирую. Посмотрим, как оно будет дальше работать. Вот, вроде бы, уложил. Сама приклеилась. Сейчас приклеится всё это дело. Прижмётся отражателями. Теперь давайте попробуем кнопку турборежима подключим. 120 литров в живых. Так, в общем, можно и включить. Будет режим работать обычно, если надо добавить. Кнопочку нажали. Турборежим. Темно, ничего не видно. Давайте засетим фонарик. Ну, с пятого этажа всё видно. На этом я, ребята, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ваши лайки и комментарии. Ну и до новых видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok